Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Мета выросла на 14% на послебиржевой сессии. Поздравляю, кто покупал мета вместе со мной. Мы покупали на самом дне в начале... или когда там? В начале 2022 года. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Сейчас. Открываем рынки. И вот посмотрите. Мета. Ладно, покажу на скриншоте. Вот мета выросла на 14%. 14.68. Стоит 394 доллара. А я когда-то делал твит о том, что я покупаю мета. Вот, посмотрите. На что это? Да это не то. Сейчас поищем. А, вот оно. 1 декабря 2022 года. Я сказал, что я покупаю биткоин МСРТ Кейк Юнисвап. Гугл, мета, ТСМ, Тесла. И мета и Тесла очень хорошо выросли с тех пор. Но мета и гугл... О, посмотрите на мета. Я откупил мета на самом дне. По 80 долларов. Но смотрим теперь на биткоин. 43249 долларов. Хорошо, что я вчера ничего не позакрывал. Потому что биткоин в итоге отскочил. И цена выросла. И пока что не упала. Вот четко биткоин оттолкнулся от трендовой линии. И торговая идея, которую я давал накануне, не закрылась по стоп-лоссу. Удержался биткоин на трендовой линии. Вот здесь вот я думал продавать, не продавать, сокращать позиции или что делать. Потому что если бы пробил трендовую биткоин, то полетел бы вниз. Я там искал как раз следующую поддержку. И теперь получается, что биткоин в восходящем расширяющемся клине. Вот что-то такое. И биткоин идет четко по той траектории, которую я проставил несколько дней назад. Вот здесь, может, чуть выше поднялся, чем я предполагал. Ну а дальше идет четко по траектории. Эту пунктирную линию я прорисовал еще... Когда я там это сделал? 29-го... 29-го января. И биткоин все еще вроде как идет по этой траектории. Да, 29-го я начал. Пока что встречает сопротивление биткоин. Более крупный паттерн это канал, в котором сидит биткоин еще с ноября прошлого года. Вот здесь поднимался к верхней границе. Затем опустился к нижней. И теперь идет вверх на 49 тысяч долларов. И где можно было бы открыть сделку в лонг на биткоине? Я думаю, что от этого уровня поддержки. Видите, здесь поддержка у биткоина. Дневная, месячная, годовая, недельная. И вот от недельной поддержки можно заходить. Поправим цену входа. Не забываем поставить стоп-лосс. Стоп-лосс. И первая цель 49 тысяч долларов. 49. И вторая цель 61 тысяча долларов. А там заканчивается третья волна Эллиота. Вот они, волна Эллиота. Если первая уже была, вторая тоже закончилась. То теперь мы уже в следующей волне. И она как раз ведет биткоин к отметке 61 тысяча долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть. Цена входа 41.936. Стоп-лосс на 41.740. Цена открытия – это серая метка. Но, смотрите, кастахастик в перекупленности. Ну да ладно. Заходим на 41.936. Стоп-лосс на 41.740. Тейк-профит на 61 тысячу долларов. Соотношение риск-прибыль 100.46. Это означает, что на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете потенциально заработать 100 долларов. На каждый доллар риска 100 долларов прибыли. В данной ситуации риск 195 долларов. Заработать можно 19 тысяч 660 долларов. Где еще вы можете заработать такие деньги? 195 риск, 19 тысяч прибыль. Это в расчете на один биткоин. С десятым плечом заработайте 196 тысяч долларов. С сотым плечом 1.9 миллиона долларов можно заработать. Вот такая торговая идея на биткоине. И похоже, что здесь формируется перевернутая глава и плечи. На дневном таймфрейме. Вот она формируется. И ближайшая цель, как я уже сказал, 49 тысяч. Хорошо, что я вчера ничего не закрыл. Вот здесь был биткоин. Но хорошо, что не закрыл ничего. Потому что биткоин от этого уровня вылетел вверх. Вот то, что касается теханализа на биткоине. Мета, опять же, плюс 14%. 394 доллара уже стоит. А когда я делал тот легендарный твит, это было 1 декабря 2022 года. Тогда мета стоила. Давайте смотреть. Мета-мета. Сегодня уже февраль 2024. Я вам покажу, где я покупал мету. Это было в декабре 2022 года, когда я покупал мета. И если мы сейчас посмотрим, 1 декабря 2022 года. Это было вот здесь. 1 декабря 2022 года. Вот здесь это было. Да где же? Ну, первое-первое. Вот здесь. Идеально на дне я взял. Четко поймал дно на мета. Но я помню, что даже по 80 долларов я покупал. Или по 86. Тютелька в тютельку поймал дно на мета. Если вы находитесь в моем VIP-канале, там под видео есть ссылочка. Можете нажать эту кнопку и присоединиться к моей VIP-группе. Но там я не часто, конечно, что-то покупаю. По крипте гораздо чаще и делюсь информацией в Твиттере, в том же Ютьюбе, в Инстаграме, в Телеграме. Но что касается фондового рынка, я, конечно, упоминаю о них в видосах, но все подробности даю только в VIP-группе. По акциям я редко что-то покупаю и что-то продаю. Но вот в мета я попал четко. Поздравляю, кто покупал вместе со мной. И вот считаем, насколько выросла мета. Но я все-таки помню, что брал по 86. Не по 111 я брал. В общем, от самого дна мета выросла... Вот от самого дна прям будем мерить. С тех пор, как я купил, насколько выросла на премаркете мета 14%. То есть цена уже выше... Сколько она стоит? 450 долларов. И мета сделала 405%. И теперь сопротивление у мета находится на отметке 530 долларов. Там я буду закрываться уже. Почему? Потому что упрется мета в эту трендовую линию. Видите, как она идет? Тэш-бум, тэш-дэш. 405%, ребята, 405%. Сделочка по биткоину у меня в плюсе на... 44 тысячи 900 долларов. Почти 45 тысяч долларов. 363%. Размер этой позиции 6 биткоинов. Реализованные прибыли у меня по этой сделке уже 12 тысяч долларов. И в нереализованной прибыли 45 тысяч долларов. Если сложить одно и другое, получается прибыль по этой сделке 57 тысяч долларов. И какие у меня идеальные покупки на биткоине? Больше, чем полмиллиона долларов у меня на аккаунте, ребята. А начинал я этот аккаунт со 150 тысяч долларов. Хорошо, что я вчера ничего не позакрывал. Когда у меня было 493 тысячи. Прекрасно. Также не забудьте подписаться на мой твиттер. Там меня называют Настрадамусом. У меня на твиттере 82 тысячи 300 подписчиков. Подписывайтесь на официальный аккаунт. У него есть синяя метка верификации. Вот тут меня называют Настрадамусом. Ты помог многим людям понять, как работает рынок. Отличная работа. Продолжай в том же духе. Настрадамус Джеймс. И на самом деле таких комментариев просто сотни. Это вчера я делал твит. Покет плюс 6 процентов. Тогда вырос. МСРТ плюс 3,6. И МЕТА плюс 14 процентов. Следующий твит. Фейсбук начисляет дивиденды. 50 процентов на акцию. И на послебиржевой торговли МЕТА выросла на 12 процентов. Исторический шаг для технологичного гиганта. Невероятно. И вот твит, который я делал 8 ноября 2023 года. Готовы ли вы к обновлению максимума на МЕТА? А МЕТА тогда стоило 318 долларов. Здесь было двойное дно на 294 доллара. И я говорил, готовы ли вы к тому, что МЕТА будет обновлять максимум? И затем МЕТА действительно обновляет максимум. Вот здесь я делал этот твит в ноябре. И посмотрите, что сделала МЕТА. Она действительно выросла. Ну что ж, на этом будем заканчивать на сегодня. Под видео есть все необходимые ссылки. А, кстати, не закончил я еще. Хочу вам показать комментарии, которые мне оставляют. Спасибо тебе за твое видео и за те знания, которыми ты с нами делишься. Я теперь начал разбираться в техническом анализе. Ам, что еще? Вот. Я только что купил курсы. Никогда прежде не встречал такого мудрого наставника с такой позитивной энергией. Прекрасно. Еще что-то хочу абсолютно невероятное показать. Ну вот, я заработал 122 тысячи долларов на моих инвестициях. Джеймс, мой портфель вырос на 50% благодаря твоему обучению. Да где же этот парень, который заработал миллиарды? Потрясающие курсы. Я заработал 500 тысяч долларов и теперь покупаю виллу. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. Я заработал больше 1 миллиона долларов, потому что Джеймс... Я так рад за себя. Так горжусь тем, что я делюсь этими знаниями. Тем, что записываю для вас эти видосы каждый день. Уже почти 4 года. И я уже давно мультимиллионер. Меня зовут Джеймс. И вы можете наблюдать, как я торгую. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Всех люблю, всех обнимаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И да, я знаю, что надо как-то постричься, побриться. Но это первый раз в жизни, когда я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Хочу посмотреть свою природную форму. Ну ладно, всех люблю, всех обнимаю. И увидимся завтра.